Всем привет, ребята, с вами Риверс. Продолжаем играть в Ведьмака. В прошлой серии мы остановились на выполнении дополнительных заданий. Также сделали броню и немножечко продвинулись по сюжетной линии. Пока сюжетную линию мы оставим в стороне и отправимся на выполнение дополнительных заданий, которых здесь очень много. Ну давай, прыгай! Не может отсюда выбраться, зараза. Следующее задание, которое у нас будет, это Баклерская сафари называется задание. Тоже ведьмачий заказ. Отправимся туда. Посмотрим, что из этого получится. Поехали! Опачки, а я тут нашел то ли гнездо, то ли хрен пойми, что интоксикует она, да? Эта тварюга. Далеко ты от нас не денешься. Давайте ушатаем скалопендра ссаная. Ой-ой-ой, ядом плюются же они. Точно, анти-яд надо. Антидот принять. Да щит ты используй свой. О, хорош, накинулся. Так, как с вами бороться-то? О, хорош! Ой-ой-ой! Больновато! Накинулся щит, хорош! Полезный сядет! Покажи, что умеешь! Давай, покажи, покажи! Че, тварюга? Вот сейчас отъедешь ты! Отъехала? Отъехала! Последняя осталась. Отъехала. Сначала нас лутанем. Хорош! Гнездо скалопендрил морпов. Надо его уничтожить. Согласен. И большой красный мутаген у нас там появился. Кстати, по поводу большого красного мутагена. Еще плюс 5 процентов силы атаки. Идем дальше. Мы на месте. Так, а тебе что? Ну-ка, поговорим с тобой. Что такое? О, у нас тут ужасная беда с пауками. Позови бабу с метлой, зачем тебе ведьмак? Да вы не поняли, пауки огромные. Собаку ростом черные, такие волосатые, паутины плюются. Негодяи. В таком случае это не пауки, а арахноморфы. Да зовите как хотите. Разберитесь вы с этой мерзостью, ладно? Из этих пещер вышел бы отличный склад для бочек, если бы не эти твари. Награду обсудим? Сначала о главном. Обсудим мою награду. 150 всего лишь, да вы издеваетесь. Да хотя бы так. Я знал, что мы договоримся. Арахноморфы очень быстро размножаются, так что лучше решать проблемы в зародыше. Я этим займусь. Займусь, но попозже. Тут у каждого второго только вино и барышни в голове. Письмо охранника какое-то. На ведьмах, на ведьмах, халывать надо. Господа, я тронут вашей заботой. Но этого дня я давно ждал. И позвольте мне прожить его так, как я сам запланировал. О, а вот кажется и мой проводник. Мое почтение. Приветствую, Белый Волк. Полагаю, ты видел мое объявление? Ну да, глупый вопрос. Раз ты здесь, то наверняка видел. Позволь представиться, граф Беллидаль. Большой почитатель твоих свершений. Очень приятно. Ведьмаки не часто такое слышат. Но, ваше сиятельство, вы пойдете с одним ведьмаком? Этот парень десяти стоит, но экспедиция. И без того излишний риск. А если вы нас не возьмете, это уже при всем уважении сумасбродство какое-то. Не преувеличивай, Вельмар. Я, надеюсь, я все-таки не умру, если полдня буду сам себе подтирать задницу. Прости моим стражникам эти причитания, ведьмак, и позволь мне перейти к делу. Как ты, вероятно, уже знаешь из объявления, предложение у меня довольно нетипичное. Видишь ли, ведьмак, я люблю дикую природу. А в Туссенте живет несколько видов животных, которые нигде больше не встречаются. Я бы хотел, чтобы ты сопровождал меня в путешествии, которое их сохранит на века. Ну да, и защищал бы меня, если вдруг что пойдет не так. А то стоит мне хотя бы поцарапаться. Мои отважные защитники тут же донесут жене о моем безрассудстве. И тогда судьба моя будет плачевна. Граф Беллидаль? Знаменитый птицеот? Эээ, нет. Это был мой дедушка. Славный был человек. Я же занимаюсь винами. Привожу в родной комер лучшие сорта. Поэтому время от времени я навещаю Боклер и всякий раз стараюсь, скажем так, прикоснуться к дикой природе. И для этого тебе нужен ведьмак? Взял бы своих стражников. Дешевле бы вышло. Разумеется, можно и так. Но им тоже полагается минута отдыха. Правда, господа? Кроме того, я богат. Кто мне запретит? Че-то мне кажется, ты не выживешь в этом задании. А выходит вся эта экспедиция. Каприз богача. Есть еще Клариса. Она... Вильмар, прошу тебя. Кто она? Эээ, моя дочь. Я всегда привожу ей из путешествий разные сувениры. Она их ждет с огромным нетерпением. Впрочем, сейчас речь идет не о моей семье, но о нашей экспедиции. Правда? Да, правда, поехали. Прежде чем я соглашусь, расскажи хоть что-нибудь. Куда мы идем? Что именно мне нужно делать? В целом, восхищаться фауной и флорой. Я же при случае постараюсь что-нибудь увековечить. Увековечить? Видишь ли, у меня тут такой аппарат, парэстисомак, который запечатлевает образы. Фотоаппарат, короче, да? Парэстис... что? Такой как бы переносной мегаскоп. Он ухватывает события и превращает их в иллюзию, на основе которой я позже пишу картину. То есть, ты предлагаешь пойти с тобой, разглядывать зверюшек, цветочки и... Да, в целом все верно. Только сперва ты должен выследить тех существ, которых я хочу запечатлеть. Сам я только примерно представляю, где их логово. Ну и если что-нибудь пойдет не так, у нас в загашнике будет твой меч. Ну как? Согласен? Наркомания. Довольно необычное задание. Не могу не согласиться. И потому предлагаю весьма достоинство. Давай посмотрим, какой же этот тыщешь. Не решишь возражать, если я попрошу назвать конкретные цифры. Нет-нет, пожалуйста. Прошу, просто скажи, сколько ты хочешь получить. Весьма достойный гонорар, да? Замечательно, по рукам. Задание вроде нетрудное. Я бы взялся за что-нибудь приятное, для разнообразия. Ну давай, белочек, походим по фото. Перед приездом я поспрашивал местных охотников, попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Все отмечено на карте. Отличная мысль. Будет их проще выследить. Ну что, отправляемся? Да, пойдем. Свет сейчас просто идеальный. Ой, жесть. Давай карту проверим. Окей. Раз уж карты у меня, позволь, я пойду вперед. Погнали. А почему бы тебе не отправиться в экспедицию со всей своей свитой? Ты шутишь. Вырваться из-под крылах рады истинное избавление. Очень они меня оберегают. Я предпочитаю любоваться животными, увековечивать их, а не убивать из ложного страха за собственную жизнь. Так, пантера, это животное. А для животного у нас есть вот такое вот маслице. Хорошая. А если животные нападут? Тогда у нас и правда не будет выхода. Мы же не хотим стать их обедом. Но пока они спокойны и незачем их провоцировать. Это для меня очень важно. Я слышал, что это ворчание. Это тут должно быть мандеры. Держись рядом и не зевай. У меня просьба. Постарайся, если возможно, не проливать крови. Ну медведи-то придется. Покажи, что умеешь. Да, Свидуля. Слышите? Это пантеры. Откровенно говоря, ничего не слышу. Чувства мои не так развиты, так что я просто доверюсь тебе. Ну вон они. Браконьеры. Похоже, расставили силки на медведя, а попал из пантеры. О, посмотри, малыш. Ты поможешь ему? Отлично. Выйдет при... А говорят, у видимаков нет сердца. Этот образ... О, прости, я тебя не предупредил. У парости, сумака, есть своя лампа. Не смотри в мою сторону, не то он тебя ослепит. Нет, все. Все должно было быть иначе. Что? А, подожди, стой. Да уйди ты нахрен. Вот и все. Красиво, да, получилось? Все, можно дальше идти. Вареников только заточим. А, щит. Для человека из города у тебя очень широкий круг интересов. Ох, и правда. Интересов у меня порядочно. Вина, природа, живопись. Мне кажется, ведьмачья жизнь, при всем уважении, несколько более монотонна. Это верно. Но скучно никогда не бывает. А я вот вообще не представляю, как бы я возился с одними и теми же существами. У тебя есть жена? Да. А при чем здесь? Не при чем, просто так спросил. Так. Слышишь? Это они, скалопенд... Скалопендроморфы. Они роют туннели под землей, и при этом издают очень характерный звук. Так мы их и выследим. Собираем ненужные цветочки, которые нам нахрен не нужны. Но все же. Здесь звук громкий и четкий. Должно быть мы у самого гнезда. Мы на месте. Да, но хороший план отсюда не поймаешь. Погоди, найдем место получше. И более безопасное. Ступай осторожно. Скалопендроморфы очень чувствительны к звукам и к вибрациям. Их легко разбудить и разозлить. Давай здесь. Расстояние подходит, свет вроде тоже хороший. Да, просто идеально. А потом я приду и уничтожу эти гнезда. Ты сможешь их вытащить? Сейчас, надо подумать. Надо заставить землю вибрировать. Картечь нужна. Попробую бросить бомбу или наложу знак. А ты смотри ближе, не подходи. Ой. Гнезда взорвались. Прекрасный день, чтобы ловить события. Вряд ли они дрежжелюдные. Благодарю. Это было воительно великолепно. Можно идти дальше. Ну, пойдем. Потрясающе. Дух захватывает. Благодарю тебя. У меня к тебе еще одна просьба. Я хотел бы увидеть брачные ритуалы местных павлинов. Говорят, есть стая где-то неподалеку. Это работа для ведьмака. Поехали. Можно, но о брачных ритуалах лучше забудь. Они закончились месяц назад. Хм, ужасно. Я так надеялся увековечить их во всей красе. А если павлины не захотят показывать хвост, можно с ними что-нибудь сделать? Раздразнить их как-нибудь? Ты о чем? У меня хвоста нет. И отрастить я его не смогу, по крайней мере, в ближайшее время. Я скорее думал о ведьмачьей магии. Вы ведь, говорят, умеете воздействовать на простых существ. Ну да, можно попробовать. Но ничего не обещаю. Замечательно. Я о большем не прошу. Не знаю точно, где стая, но один охотник указал мне пару мест, где они могут быть. Сейчас все отмечу. Ну ладно, давай искать павлинов. О, неподалеку. Я вот думаю, почему павлины? Моя... Моя дочь очень их любит. Я хотел сделать ей приятный сюрприз. Там, скорее всего, даже не дочь, у него какая-нибудь любовница. Она уже близкая. Смотри в оба. Герои с павлений гуски с кожным салом. Павлин потерял его недавно, а запах у сала очень характерный. По нему мы стаю и найдем. Ведьмак за работу. Как это замечательно. Еще одну. Давай только быстрее их собирай. Вообще они там орут. В той стороне. Слышишь? Они перекликаются. Чудесно! Значит, мы уже близко. О, какие красавцы! Если бы они еще хвосты развернут. Да сейчас развернут не ссы. О, это будет геневр! Улыбочку! Зараза, берегись! Скалопенроморфы! Откуда они тут? За нами приползли. В сторону. Будем сражаться, да? Спасай! А ну-ка, подожди. Короче, понятно. Вас не спасти. Давай, 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 давай. А погоди, погоди, погоди. Не, попробуем все-таки. Оп. Так, ясно. Стой, 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 стой. Да блин. Слушай, дружище. Хорош. Просто фотой. Идем, 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 идем к нему. Да, сука. Не, они так не уходят. Придется убивать. До свидания. Не смотри в мою сторону! Вот и все. О, ха, было жарко. Пожалуй, довольны впечатления на сегодня. Это было великолепное приключение. Получил все, что хотел? Да. В таком случае возвращаемся в лагерь. Надеюсь, левел апнем сейчас. Возвращаю вашего господина в целости и сохранности. Благодарствую, мастер. Видите? Нечего было бояться. Спасибо, что позаботился о его светлости, ведьмак. Эта вылазка явно пошла ему на пользу. Он даже как-то ожил. Погоди минутку, Геральт. Я схожу за кошельком. И мы урегулируем финансовые вопросы. О, жил? А было что-то не так? А он не рассказывал? Десять лет назад Клариса, дочка его, упала с коня. С тех пор она прикована к постели. Ходить не может. До того случая она была эдаким шаловливым чертенком. Каждый уголок дома она заполняла радостью. Граф часто брал ее с собой. Она тоже зверье всякое любила. Теперь эти его экспедиции, точнее образы, которые он привозит, это для нее единственное окно в мир. А вот и я. Я очень рад, что смог взглянуть на тебя в деле. Увидеть собственными глазами, что в повествованиях о тебе нет ни капли преувеличения. Дисциплина, надежность, ответственность. Ты был бы идеальным деловым партнером. Жаль, ты не торгуешь вином. Может, когда-нибудь? Хорошо, вот твоя награда. Спасибо. Лывно к тебе еще одно предложение. Давай. Я собираюсь устроить выставку своих работ. Ну, друзей, может зайдешь, если окажешься поблизости? Почему нет, если это по дороге? Замечательно. В таком случае приглашаю в гости. Я остановился здесь у друга, рядом с деревушкой Франко Лар. Я буду. До встречи. Ну, отлично. Теперь знаете, что, ребят, мы сделаем? Я отправлюсь-ка в город. Возьму себе эликсия для сбрасывания. Характеристик. И мы отправимся распределять очки. Так, карта мира нам нужна для начала. Отсюда есть быстрый переход? Есть. Можно зайти в эту соседнюю деревню? Скорее всего, потом зайдем. Нам сейчас нужно вот сюда. Примерно. Так, где-то здесь был быстрый переход неподалеку. Да, вот он. Все, идем в город. Все, мы в городе здесь вечер. И вот магазинчик, который нам нужен. Не этот. В соседнем... В соседней комнате. Вот этот магазинчик. Здесь продается. Ой. Давай, привет. Покажи свои товары. Нам нужна одна вот такая вот штука. Так что их можно распределить заново. Мутагены потраченные. На мутации вернуть не удастся. А, это на умение, а то на мутации, да? На мутации нам нечего. Нет никакого необходимости скидывать. А вот эту штуку есть. Мне пора. Мне пора. Еще увидим. До свидули. И сразу прямо у него раскинем очки свои. Так, а где вот они? Вот здесь, по-моему, да? Ну, не в заданиях же точно. Стало самое интересное найти. Тут тоже вино всякое. А, вот оно. А, нет. Это масло против драконидов. Окей. Эликсир очищения. Хорош. 42-й левел у нас. Умение персонажа мы сейчас будем раскидывать заново. Качаем, конечно же, быструю атаку. 5 поинтов. Решительность возьмем. 3 поинтов кинем. Точные удары. 5 поинтов. Бессмертие. Сколько еще очков? 4. Сюда. Раз. Два. Отлично открылось. Теперь у нас есть вихрь. 5. И до последнего, чтобы нам прокачаться, нужно будет нам использовать... Лезвие бритвы. И здесь мы можем уже использовать сковывающие удары. А тут берем... Нет, река гнева не нужна. Это тоже смертельный шанс убить противника на месте. Вчех срабатывать не чаще, чем раз в 15 секунд. Прежде всего очков адреналина. Ладно. Пока расставим все вот это вот отдело. На панель. 3. Раз. Два. Три. Четыре. Здесь нам что нужно? Аски прокачать. Три поинта. Тоже куда-нибудь воткнем потом, попозже. Здесь что мы качаем? Вот это. Затем. Нет, это шляпа. Каждый известный рецепт... Ого, вот это вот. Вот это по-любому прокачиваем. Да стой. На хрена ты его поставил? Так, окей. Дальше. Время 10 эликсиров. Это нам тоже не нужно. Здесь мы берем... Школу кота. Сосредоточенность. И метаболизм. Теперь. Сколько у нас очков осталось? 15. Заходим сюда. Исследуем мутацию. Активируем мутацию. Эйфория теперь у нас появилась. Исследуем. Так, тут что у нас? Урон от арбалетов. Вот сюда, наверное, пойдем. А, большой красный мутаген. Да что ж такое-то? Не хочу красный мутаген использовать. Но у нас дополнительная ячейка появилась. Это уже радует. Теперь мы что делаем? Смотрите. Да хорош, ну... Все, хорош, хорош, хорош. Мы распределяем наши оставшиеся очки. Вот сюда. В каждую ветку по красному эликсирчик у нас будет. Можно еще вот это тут два поинта вкачать. Чтобы вот в эту ветку тоже вставить. Теперь в каждой ветке у нас красный элемент есть. Зеленый мы сюда вставляем. Вот этот зеленый мы. Соответственно сюда. А-а-а... Блин. Школа кота. Сосредоточенность. Почему я не могу ее сюда вставить? А-а-а, только зеленую туда можно вставить. Окей. Вот сюда зеленый. Так, сосредоточенность вставляем сюда. И метаболизм у нас остался. Вот сюда. Чтобы больше отваров использовать. Еще у нас есть 10 очков, но мы их можем пустить. Y. В принципе, эйфория. Каждая очка интоксикации увеличит урон мечом. Мощь знаков на 0.75. Это круто. Это круто. Дальше мы что будем качать? Кровавая баня. Это шляпа полнейшая. Она не нужна нам. Будем качать, собственно... Сколько нужно нам открыть? Четыре мутации. Две у нас есть. Давайте еще две откроем. Раз. Блин. Три очка целых использует. Сначала красные мутагены большие вставим. Раз. Два. Три. Четыре. Хорош. Теперь. Алхимия. Большой зеленый мутаген сделаем. Красный мутаген. И большой красный мутаген. Чтобы прокачать еще себе один пункт. Вот сюда. Вкинем. Отлично. Еще один у нас пункт открылся. И вот эту шляпу переносим вот сюда. И теперь у нас есть еще одно дополнительное очко. Так сказать. Обман. Можно в принципе воткнуть. Либо. Либо-либо прокачивать дальше. Что здесь есть? Увеличит в урон здорово. Так. Увеличит максимальный уровень здоровья на 10. Это шляпа. Время замедляется. Шляпа. Масло здесь прокачать нужно будет. 0,5 здоровья. Время действия эликсирования. 5 процентов. Здоровье на 200. Время действия отвара. Отравленные клинки. Тогда качаем. 5. И вставляем сюда. Вот у нас уже персонаж стал более сильным. 7 очков еще надо будет вкинуть сюда. Быстрый метаболизм откроем потом. И убийственный кураж. Скорее всего. Вот из этого поинта. Можно убрать вот это. Смертельная точность. И скорее всего можно убрать лезвие бритвы. Ну это пригодится нам я думаю. Ну собственно все. Наш персонаж готов. Осталось открыть на Y. Так. Подождите. Так. У нас тут 3 прокачано. Да? Все выставлены. Окей. Теперь нам нужно что делать дальше? Сюда сколько нужно? Требуется кровобаня эйфория. 5 очков аж целых требуется. Сюда требуется... 3 очка. Мы будем это качать. И вот это качать скорее всего. Ну скорее всего с этого начнем. Еще 2 поинта нам нужно. Прокачаем сюда. После поражения врагогридическим эффектом. Отвар случайно активируется. Это шляпа. Урон от арбалета. Это шляпа. Вторая жизнь. Когда здоровье снижается на нуля. Геннад на время перестает получать урон. Устанавливает 100% очков здоровья. Тоже шляпа. Увеличивает в начале боя на 30 секунд. Сила атаки, мечом и мощь знаков на 30% за каждого врага. После первого. Но мне больше нравится кровавая баня. Эйфория точнее. Это самое крутое. Эйфория нам бурстанет. Еще нам нужно будет значит... 12 мутаций следовать. Короче, качаться и качаться. Ну пока у нас такой вот финальный билд, можно сказать. Ну что ж, отправляемся еще на одно дополнительное задание. А еще мы можем выпить 4 отвара. И у нас моментально заполнится интоксикация. Вот просто моментально. И мы ничего не сможем больше использовать. Но это нехорошо, конечно. Лучше оставить 3 отвара и еще силу атаки использовать. Так что мы сейчас медитнем. И пойдем выполнять задание. Задание будем выполнять песню рыцарского сердца. Навести Гильома в лазарете. Отправимся туда. С таким вот крутым персонажем. Улучшенным. И будем использовать сразу. Давайте сразу прям. Применим. Суккуб. Виверна. И катакан. Больше нам ничего не надо. Будем зелено силу атаки еще использовать. Сразу выставляем. И все будет чики-пуки. Затем потихоньку прокачивать. Мутации. И прокачивать. Не метаболизм. На алхимию. В показателях алхимии. Чтобы отвары дольше хранились у нас. Использовались точнее. Ну и чтобы. Открыть поистине. Мощнейшие символы. Которые нам пригодятся. В будущем. Скорее всего это будет уже на дополнительном прохождении. Потому что здесь. Еще 12 мутаций. Ну вообще в общей сложности. 12 мутаций. Вряд ли мы откроем это. Нужно все мутации открыть практически. Это очень дофига делов. Так что вряд ли получится. Так. Куда нам нужно идти? Ведьмак. Нам надо срочно поговорить. Поговорим. Как твоя рана. Это тот чувак. Которого нужно держаться. Ушатал. Шарик каменный. Буду сказать по этому поводу. Я и хотел с тобой поговорить. Предлагаешь ввязаться в неприятности от твоего имени? Возможно и так. Видишь ли. Есть одна девушка. Собственно дама. Мне кажется кто-то наложил на нее злые чары. Или проклятие. Дай угадаю. Она вдруг стала отстраненной и высокомерной. Хотя прошлой ночью была игрива и полна очарования. Вот ты шутишь. А здесь дело серьезное. Хотя не отрицаю. Упомянутая дама очень близка моему сердцу. Боюсь, она пала жертвой злых чар. И нет никого, кто бы мог ей помочь. Чего ты взял, что речь идет о проклятии? Сохрани, пожалуйста, в тайне все, что я расскажу. Я бы не был так откровенен, но я очень за нее беспокоюсь. Вивиэнна избегает людей. Прекраснейшая из дев. Она держит мужчин на расстоянии. Поэтому я и решил прибегнуть к хитрости. А разве хитрость достойна рыцаря? На войне да. А что есть любовь, если не война? Так что однажды вечером я притаился у дома ее швей. А когда Вивиэнна выходила, я наткнулся на нее будто бы случайно. И любезно, но настойчиво предложил проводить ее до дому. Она позволила. И сперва все шло хорошо. Она согласилась возвращаться более долгим, но живописным путем. И в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор. Как вдруг? Как вдруг с ее уст сорвался наистраннейший писк. Я застыл как вкопанный, а она густо покраснела и бросилась на утек. В тот раз я не стал ее преследовать. Но я пробовал вновь к ней приблизиться, желая узнать, что происходит. Я боялся, что она угодила в какие-то неприятности. И я заметил, что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда. Иногда я пытался идти за ней, но каждый раз терял ее из виду. Она словно растворялась в воздухе. Может, у нее просто болело горло? Я бы не морочил тебе этим голову, если бы считал, что это был естественный звук. Ты заметил в нее еще какие-нибудь странности? Нет, Вивиенна с тех пор меня избегает. Только люди говорят... Что говорят? Что она скрытная, что ее никто не видел после захода солнца. Что она умеет внезапно исчезать. Не вижу в этом ничего необычного. Расскажи побольше о Вивиене. Кто она такая? Она фрейлина при дворе ее милости Анны Генриетты. Ее мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивиенна все время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Ее нарекли покровительницей турнира этого года. И каждый участник сможет получить у нее аудиенцию. Только вот я в турнире не участвую. Я уже все обдумал. Ты займешь мое место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. Я так мечтал выиграть на этом турнире, но ради Вивиенны я готов пожертвовать чем угодно. Ой, господи. Задание необычное. Не каждый день я участвую в турнирах, чтобы выполнить заказ. Так что и возьму я немало. Я не слишком богат, но хотел бы вознаградить тебя по справедливости. Сколько ты... Слишком богат, ну... 500, 700. 700 вряд ли потянешь. Ну давай 600. Вот ровно 600. Согласен. Столько я собрать сумею. Как вообще происходит этот турнир? Это самое большое событие в году. Сюда съехались рыцари со всего света, чтобы сразиться за величайшую награду и за славу. Будут состязания всадников, соревнования стрелков и бои пеших воинов. Я впервые прошел отбор и очень надеялся победить. Но... Да, я понял. Все ради Вивиены. Поехали. Хорошо, я займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиенну. То есть? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь. Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты. Но даже ведьмакам нужно упражняться. И потом, состязания на турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Вот верховая езда мне интересна. Возьми будет полезно развеяться. Давай проедемся. Пойдем со мной. Помчали быстрей, 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 быстрей. Заезды на турнире отличаются от обычных скачек. Здесь у тебя не будет никаких соперников. С кем тогда соревноваться? Это бой с самим временем. На состязаниях маршрут начинается на арене, затем идет на поля и обратно на арену. А учебный маршрут для рыцарей здесь, за арену. Туда мы и пойдем. Далековато. Так, это скачки будут или бой верховой с копьем? Скорее всего, просто тупо скачки. Ясно. Зря я подписался. Ну ладно. Все, готово. Теперь послушай, потому что это действительно сложно. На маршруте расставлены куклы и щиты. Куклы ты можешь рубить мечом, а по щитам надо стрелять. Ой, ё-моё. Тогда тебе будет начислено дополнительное время. Звучит это, может, и не сложно, но поверь мне, многие рыцари проиграли в этом состязании и ушли с позором. Во время настоящего заезда твои очки будут подсчитывать судьи, но пока езжай спокойно. Давай попробуем. Звучит прикольно, по крайней мере. Будет эффектно выглядеть. Там подсказка была, я ее скипнул. Вот красавчик. Давай, быстрей. Так, кукла. Так, кукла, кукла, кукла. Давай. На, нахрен. Отлично. Щита вроде не видно никакого. Еще одна кукла. Да прыгай ты. Ой, гребаная платва. На, на тебе. Отлично. Там вижу щит. Давай. Шмальнешь. Отсюда надо стрелять уже. У меня платва не едет, быстрее, блин. Платва не так быстро. Ой, господи. Игра. Если наобум шмальнуть, не получается. Сука. Хорош. 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 Хватит. Не хочу загнать лошадь до начала состязаний. Куда теперь? А пеший бой давай. Ну что ж, давай. С удовольствием разомнусь. Замечательно. Это будет пеший бой один на один. Каждый здесь упражняется на свой лад. Например, Рейнфарн сражается алебардой. Наркоман, что ли? Пойдем. Пойдем. Твоё место. Я всегда так любил поединки. Но теперь думаю только о вебиене. В общем, хорошо вышло, что ты меня заменишь. Чувствую, сейчас я не смог бы собраться. Ой, всегда эти рыцарские игры. Такая петушатня. Понты на понтах. Ну ты беги давай, Алешечка. Мальчик. Хиросим мальчик. Ему там почти сотня лет. Ведьмачели это мальчик. Давай. Ага. Стоять. А, я не могу маснуться, намазаться. На кулаках, что ли, ведьмачели? Ух ты. Ты чё? Сразишься еще с кем-нибудь. Да-да-да-да-да, давай. Пожалуй, позанимаюсь еще. Я чаще имею дело с чудовищами, чем с рыцарями. Не привык я к тому, что атаки мои блочицы. Давай. И сюда. А чё ты? Как вы, блядь, не научитесь. О, хилиться можно. Подожди. Серьезно? А, я не могу использовать эти. Подожди. А как? Я даже отблочить атаку не могу. Воу. Серьезно? Хочешь еще поупражняться в бою? Нет, спасибо. Мне хватило. Хватит с меня. Прости за прямоту, но самый простой, ведьмач и заказ требует больше умения, чем такой бой. Куда теперь? Постреляем в цель. Пойдем со мной. Пойдем. Я не на ту кнопку блочил, ё-моё, дурачок. Надо вот на эту вот, на левый стик, а я на правый. Бей в красное. Давай, пошла, жара. Все, хорош. Еще раз? До свидания. Хватит с меня стрельбы. Теперь иди в шатер, где записывают участников. Слава славы, но и бумаги должны быть в порядке. Пойдем. Благо, он недалеко. Шатер этот. Здорово. В Баклэрии все спокойно. Тиши, дети, прочь с дороги. Здесь ведьмак проходит строй. Здорово. Приветствую. Хочу заявиться на турнир. Разумеется. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома, я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире, как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого. Нечасто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Конечно, Геральт из Ривии. Интересно, что ж ты разузнал о Геральте из Ривии. В 67-м году некий Геральт, член гильдии ведьмаков, был произведен в рыцаре королевой Мэвой и именован Геральтом из Ривии. На мосту там сражение было в книжке. Этой чести он удостоился за особую доблесть, проявленную в битве за мост на Яруге. Полагаю, ты знаешь, о какой битве идет речь. Да, были времена. Мы вдвоем с Кагыром повели горстку северян против Нильвгардского отряда и снесли их, потому что мы должны были обязательно перебраться на другой берег. Равикс из Черторога, я без понятия. Я даже не буду спрашивать его об этом, чтобы не спойлерить себя. Еще не дочитал книжку. Меня зовут Геральт. Я не стану выступать под псевдонимом. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит — знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. В таком случае спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не надо. Не хочу, не хочу, не хочу. Вот о наградах узнаем. Не скрой, меня очень интересует вопрос награды. Сам Корнелий из Ассенгарда, знаменитый мастер-оружейник. Обомлеть. Ее сиятельство выписало его из далекого Назаира. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Вот так вот, да? Цапли, наверное? Ой, господи. Давай, цапли. Клянусь цаплей, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны это все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. М-да, леска. На время турнира ты так же получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Пойдем смотреть. Жаль, мы в своих доспехах не можем поучаствовать. Придется это ширпотреб носить. Тяжелый. М-да. Петушарня такая прям. О, господи. Пойдем в шатер. Посмотрим на шатер и, наверное, будем заглавляться на сегодня. Это, видимо, состязание уже. Что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Райан Фарна из Аттера. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтобы сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Кто не эльфгардцу запретит? Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязании в стрельбе мой поединок попадает на такое время, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. А раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в двин. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин. Солнце мне не помешает. Нет, в двин сыграть не будем. Спасибо. Может, в другой раз. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вильена. Ну, хотя бы стрельбище пройдем тогда. Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Перед вами Хорм Акерспар, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде, рыцарь Геральт из Ривии. Поприветствуйте нас. Друг. И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший. Поехали. Хлобысь. 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 Половину всех целей ведьмак убирает с дороги. Ты будешь стрелять? Выиграть или терпеть поражение, как множество. Геральт из Ривии вдруг выходить. Уй, все. Изи. Геральтом в пухе прах разгромлен противник. Повержен, будто бы он грешник богопротивный. Супер-дупер арбалет нам лисит. С гербом нашим. Вот награды, рыцарь. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. Арбалет Геральта из Ривии. Отлично. Арбалет Геральта. Проиграть с такому противнику, как ты, в каком-то смысле, тоже победа. Да, да, да. И мои поздравления. Благодарю. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивиене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Займемся мы этим делом в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Рерс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео друзьям. Также вступайте в группу ВКонтакте. Ссылку на нее найдете в описании. Там много всего интересного бывает. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчик. И в комментариях тоже что-нибудь черкнуть. Всем счастливо. Всем до новых встреч.